Всем доброе утро! В прошлой нашей беседе мы обсуждали 7 пунктов из правил ГИБДД, которые многие, возможно, подзабыли. 4 пункта мы разобрали с нашим онлайн-гостем, с генеральным директором юридической компании «Наше дело» Ниной Рожковой. На очереди еще 3. Доброе утро! Доброе утро! Какой следующий пункт у нас ПДД на повестке дня сегодня? Итак, следующий пункт правил. Пункт 5. Это разворот по стрелке. Тоже обычная спорная ситуация на дороге. Разворот под стрелку, разрешающий поворот. Все мы знаем зеленую мигающую стрелочку, когда нужно поворачивать. И очень много происходит спорных ситуаций, когда гаишник утверждает, что это нарушение. На самом деле это не так. Развернуться под стрелку, которая разрешает поворот, вы можете в соответствии с пунктом 6.3 правил дорожного движения. Итак, цитирую. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление, указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком. То есть, соответственно, если сотрудник ГИБДД говорит, что здесь запрещено разворачиваться, вам нужно обратить внимание, есть ли дополнительный знак для этого. Если дополнительного знака нет, разворот на разрешающую стрелку разрешен. Ну, естественно, есть исключения, вы знаете, да, в правилах дорожного движения, где вообще нельзя разворачиваться. То есть их мы цитировать, конечно же, не будем. Все об этом прекрасно знают, особенно водители. Шестой пункт правил, в случае, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Это одна из самых любимых страшилок для малограмотных водителей. И тех, кто ни разу не попадал и вот попал. Некоторые начинают звонить прямо с места дорожно-транспортного происшествия. Что мне делать, что мне говорить, сейчас приедут гаишники, вот как так. Ну, это действительно стресс для водителя, все правильно. Да, это и стресс, и вы понимаете, что вы свое имущество повредили, и чужое, и, возможно, вы еще в этом виноваты, да. И я поэтому и говорю, что это самая распространенная страшилка для водителей, особенно малограмотных. Итак, значит, если вы в результате дорожно-транспортного происшествия оказались в ситуации, когда вы не знаете, кто прав, кто виноват, и самое большое, самое, точнее, распространенное наказание, когда водитель оставляет место дорожно-транспортного происшествия. За это у нас грозит лишение прав. Но все мы знаем, что позволяется оформить протокол... Европротокол, так называют. Да, Европротокол без вызова сотрудников дорожно-патрульной службы. И мало кто помнит, что если вследствие ДТП препятствует движению транспортных средств, то есть поток, препятствует потоку транспортных средств, у водителя есть не только право, а прямая обязанность зафиксировать. Сейчас можно телефоном у кого-то фотоаппараты с собой, да. То есть не бумагу заполнить, а просто можно с устройствами, каким-то видео фиксировать. Нет, нужно зафиксировать. То есть если вы препятствуете движению транспортных средств, потоку транспортных средств, вы обязаны освободить проезжую часть. Это я говорю к тому, что у нас водители, попадая в дорожно-транспортные происшествия, как стояли, так и стоят до вызова гаишника. Это неправильно. Это неправильно, это делать нельзя. Во-первых, создаются огромные пробки. Во-вторых, по правилам дорожного движения вы обязаны освободить проезжую часть, если вы мешаете. Есть прям такой пункт, да? Это есть пункт правила, я его сейчас зачитаю. Есть на этот счет разъяснение, что вы обязаны зафиксировать место, как располагаются транспортные средства в момент дорожно-транспортного происшествия с помощью мобильного телефона, то есть с помощью камеры. И затем разъехаться вы можете оформить европротокол в этом случае на обочине потихонечку, либо, если у вас есть спорная ситуация, вы можете позвонить в органы ГИБДД и ждать, когда они приедут. Если вы снимете обзорное видео, сотрудник дорожно-патрульной службы оценит его ровным счетом так же, как если бы он приехал на место происшествия и обошел вокруг. Пункт правил 6.1, правил дорожного движения, предписывает действие по освобождению проезжей части, если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу. То есть если, не дай бог, пострадали люди, этого делать нельзя, конечно. А есть какой-то принцип, по которому человек принимает решение, потому что здесь же нужно его принять? Нужно оценивать поток транспортных средств. Если, допустим, трехполосное движение и две свободны, в целом вы можете потихонечку стоять и, опять-таки, учитывайте время суток. Час-пик желательно освободить дорогу и где-то в стороночке постоять. Не придется потом доказывать, что ты не верблюд, сотрудник? Время же фиксируется. Время съемки фиксируется. То есть вы, когда произошло дорожно-транспортное происшествие, вы фиксируете это звонком в ГАИ. В ГАИ все равно нужно позвонить, предупредить. В этом случае вам не грозит лишение прав за то, что вы оставили место дорожно-транспортного происшествия. То есть многие просто этого боятся, поэтому они ждут ГАИшников до момента их приезда. Позвонили в ГАИ, зафиксировали все. Все замечательно. Вы уже, так скажем, не верблюд, как сказал. И еще очень важный момент, который нужно учитывать, это ваша страховка. Есть условия в договоре страхования, когда выплата страховки может быть произведена только если дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сотрудниками ГАИ. И последний пункт, это самые забытые, но самые простейшие правила дорожного движения, которые мы часто очень нарушаем. Например, такие, как пользование мобильным телефоном во время движения очень распространено. Правила дорожного движения разрешают пользоваться, то есть разговаривать мобильным телефоном при использовании дополнительного устройства. Это либо наушник, либо, пожалуйста, через Bluetooth. Еще некоторые самые забытые правила, выражающиеся неоднократно в совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающиеся в невыполнении или перестроении уступить дорогу транспортному средству. То есть это хамское поведение, которое я тоже, бывает, наблюдаю, когда вы совершаете обгон, а вам его не дают совершать, водитель, которого вы обгоняете, начинает прибавлять скорость. Также нельзя маневрировать, что признается под данным словом. Если вы, например, едете и несколько раз совершили, допустим, действие, одного обогнали, перестроились, другого обогнали, перестроились, при этом вы превышаете скорость допустимого при движении на данном участке дороги, это является небезопасно, потому что при таких необдуманных действиях могут пострадать транспортные средства, могут пострадать люди. И вот в заключении мне бы хотелось сказать, что напомнить о том, что водителю, это в ПДД, кстати, написано, о том, что водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном состоянии. То есть если вы себя плохо чувствуете, за руль не нужно садиться. Если в результате что-то произойдет, вам придется понести ответственность в соответствии с правилами дорожного движения и кодексом административных правонарушений. Также нельзя садиться за руль под действием лекарственных препаратов. Прежде чем что-то выпить, если вы знаете, что вы садитесь за руль, почитайте аннотацию. Надеюсь, теперь наши зрители будут более подкованы в правилах дорожного движения, вспомнят то, что забыли, и будут вести себя грамотно и в то же время экономить свои деньги и не платить штрафы. Спасибо. Спасибо.